Вот чтобы не сложилось мнение у людей, которые сейчас нас слушают, что мы вот как-то хотим затормозить процесс борьбы с коррупцией, как-то вот отстоять вот какие-то закрытости этой электронной декларации. На самом деле мы против того, чтобы Конституционный суд использовался. Вот у нас должен быть какой-то моральный авторитет в стране. Это Конституционный суд, который следит за тем, чтобы соблюдалась Конституция. И вот когда 17 июля 2018 года Конституционный суд принимает решение вернуть льготы чернобыльцам, которые забрали одним махом в декабре 2014 года. Решение абсолютно четкое, однозначное, которое должно исполниться в тот же момент. Оно не исполняется уже несколько лет. А здесь, как только Конституционный суд принимает решение, действительно, НЗК тут же закрывает реестр, чтобы создать конфликт, тут же собирается Совет Безопасности. Вот я в этом вижу то, что это был некий окрик со стороны степень внешнего управления нашей страной. То есть, вот ему сказали, там, президенту действующему, его офису или кому-то из них, что вы там немедленно принимаете решение, иначе у вас там не будет без визы, там, денег, еще чего-то. И они тут же бросились выполнять. Это на самом деле очень опасно и позорно для страны. Вот в этом основная опасность. Не может быть, не может руководитель страны вот так дергать его, и он тут же принимает решение, которое противоречит его же обязанностям. Вот это прямой путь к политическому кризису, который надо избежать. Поэтому очень важно, чтобы, еще раз хочу сказать, чтобы парламент проявил свое лицо и принял действительно решение, которое не позволит страну втянуть в политический кризис, который может закончиться непредсказуемыми последствиями.